Промоуты, курьеры, операторы кулцентров и няни. Это наиболее востребованные вакансии у подростков летний период. По данным одного из популярных сайтов по трудоустройству, только в мае работодатели нуждались в 200 таких сотрудников. Заработная плата несовершеннолетних в среднем 70 тысяч тенге. На 10 тысяч меньше они получают, если будут задействованы в общественных работах. Их организовывают центры занятости. Таким образом, сейчас в столице трудоустроились почти 40 подростков. Одно из главных условий – письменное соглашение родителей и представителей учебного заведения. По закону в Казахстане разрешается работать с 14 лет. Главное, чтобы это происходило в свободное от учебы время и не вредило здоровью и психике подростка. Несовершеннолетним запрещается трудиться в ночное время и выполнять тяжелую работу, связанную с вредными условиями труда. Также предусмотрены ограничения на продолжительность рабочего графика. Лицам до 14 лет разрешается работать не больше 24 часов в неделю. Подросткам до 16 лет – не больше 36. Подростку, будь ему 14, 16 или 18 лет, могут предложить работу, не оформленную трудовым договором. Я бы советовала такие возможности избегать, потому что нередки случаи, когда молодых сыскателей могут обмануть, не выплатить заработную плату, так что лучше перестраховываться и все делать в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В правительстве России рассмотрели и одобрили законопроект о единовременной выплате в бюджет со стороны крупного бизнеса. Касаться он будет компаний, которые получили сверхприбыль – более 1 миллиарда рублей. Так пояснил глава Минфина, единоразовый налог не коснется среднего и малого бизнеса. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее, чем через месяц со дня его официального опубликования. Мы договорились о том, что в этом году, если компания заплатит соответствующий налог, то он будет равняться 5%. Деньги от этих поступлений пойдут на выполнение первочередных обязательств государства на реализацию социальных расходов. По договоренности с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми, на те решения, которые были приняты в прошлом году по адресному и точечной поддержке нуждающихся семей. Швейцарская финансовая группа UBS официально объявила о завершении поглощения банка Credit Suisse. Финансовая организация сохранит отдельное управление, все дочерние компании и клиентскую базу. Ранее с правительством Швейцарии было достигнуто соглашение о предоставлении гарантии на 10 миллиардов долларов. В то же время остаются опасения, что в результате слияния работы потеряют несколько тысяч сотрудников банка. На этом фоне начинает работу парламентская комиссия, которая должна установить причину фактического краха второго повеличения банка страны. Работники онлайн-платформ, услуги которых можно заказать по мобильным приложениям, добились некоторого улучшения условий своего труда. После нескольких месяцев протеста на переговорах министра по социальным вопросам Евросоюза достигли соглашения, которое должно предоставить новые правила водителям и курьерам. Они должны соответствовать как минимум трем из семи критериев, таким как наличие фиксированного тарифа оплаты поездок и определенный внешний вид. Тогда эти самозанятые получат статус работающих по найму, право на оплачиваемый отпуск и отгулы по болезни. Соглашение также ограничивает использование алгоритмов, распределяющих задачи по времени в соответствии с возможностями компании и предпочтениями клиентов. Но пять стран Евросоюза, включая Германию и Испанию, считает, что эта договоренность отстает от технического и социального прогресса. Они обсудят ее на переговорах с Европарламентом. Соглашение вызывает бурные протесты традиционных водителей такси. С другой стороны, усиливают лоббирование политиков такие цифровые компании, как Uber. Они считают, что текст соглашения не дает работникам онлайн-платформ достаточных гарантий и уверенности в будущем своих карьер.